Межрайонный регистрационный экзаменационный отдел ГАИ УВД Брестского областполкома – место, в котором не иссякает поток посетителей. Пока одни регистрируют автомототранспорт, другие получают водительские удостоверения. Но самый волнительный и ответственный момент предстоит тем, кто приходит сюда, чтобы сдать экзамены. Ведь далеко не каждому удается сделать это с первого раза. Брещанину Алексею Концевичу не повезло вдвойне, ведь ему пришлось пересдавать экзамен по теории в присутствии нашей съемочной группы. Несколько напряженных минут переживаний и на экране монитора высветилась заветная «Экзамен сдан». Я уже сдаю не первый раз, начнем с этого, это мой третий раз. Время, которое я потратил 3 минуты 54 секунды, отводилось 15 минут. Было всего 10 вопросов и все 10 верные. Мне попались достаточно простые вопросы, которые я очень хорошо помнил. И уже потом водить машину. Не так давно на сайте МВД появилась информация о вступлении в силу изменений в постановлении, регламентирующей порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Для комфортно экзаменуемых, а также исключения конфликтных и спорных ситуаций предусмотрены введения не только видео, но и аудиозаписи сдачи квалификационных экзаменов. Также отменен срок действия теоретического экзамена и изменены сроки сдачи этапов практического экзамена на право управления механическим транспортным средством. Определено, что лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена, при его назначении не учитывается количество попыток и не ограничивается срок для возможности его сдачи. Ранее срок был ограничен шестью месяцами действия теоретического экзамена. То есть, практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз. Повторно, теоретический и практический экзамен назначается не ранее, чем через 10 дней, со дня следующего за днем последующего экзамена. Теперь, даже если с момента сдачи теоретического экзамена прошло более полугода, гражданин допускается к сдаче практического испытания, которое по-прежнему проходит в два этапа – на закрытые площадки автодрома, а также на маршруте в условиях реального дорожного движения. Сдача этих этапов осуществляется только в одном регистрационно-экзаменационном отделении. Скорректированы некоторые условия, при которых практический экзамен сочетается не с данным. Например, при остановке двигателя, в начале движения без разблокировки стояночной тормозной системы, а также неиспользование ремня безопасности. В связи с введением в эксплуатацию новой автоматизированной информационной системы ГАИ с использованием планшетных компьютеров, позволяющих в режиме реального времени вносить отметки о результатах сдачи экзамена, отменяется использование экзаменационных карточек на бумажном носителе. Экзаменационные подразделения ГАИ уже готовы к работе в соответствии с новыми требованиями. Ну а всем, кто планирует стать водителем и кому только предстоит сдача экзаменов, не лишним будет ознакомиться с нововведениями.